всем привет вы на канале skyward с вами я вадим и сразу чтобы вы не подумали что я вас бросил и вообще все бросил нет просто затянула какая-то рутинная суета которая не позволила мне полноценно заняться каналом но вот в меру своих сил я опять вернусь в плотному графику и сегодня запишу ну хотя бы пару видео для начала в продолжении романа роберт гэлбрейт бегущая могила и сейчас на очереди у нас будет 63 глава этого детектива и так поехали 53 глава бегущая могила роберт гэлбрейт сердце постоянно думает этого не изменить но движение сердца то есть мысли человека должны ограничиваться сиюминутной ситуации все мысли выходящий за эти рамки только усугубляют состояние сердца и дзы или книга перемен страйку потребовалось еще 20 минут чтобы откланяться от хитонов и их друзей но он сделал это так таки тактично и приятно как только мог до случай если ему снова придется с ними разговаривать оказавшись на улице он с облегчением расслабил мышцы лица дошел до конца garden street и вышел на эспланаду небо было ровного серого цвета с одним серебристым пятном сквозь которое пыталась пробиться солнце прогулась по высокой набережной страйк достал из кармана вейп даже после того как он сильно похудел за последний год конец его культа болел а мышцы правого бедра были напряжены наконец он заметил короткий ряд домиков где продавали кофе гамбургер и пляжные игрушки а рядом с ними небольшую автостоянку именно здесь 20 лет назад шерри гиттинг припарковала старый фермерский грузовик и понесла дайю к морю соленый ветерок жалил усталые глаза страйка когда он облокотившись на перила смотрел вниз на пляж несмотря на плохую погоду по песку усыпанному круглыми кремнями подобными тем что украшали старые городские стены все еще ходили люди несколько чаек устроившихся на ночлег появились между изъеденными морем камнями похожими на большие утесы страйк не видел ни водорослей не ракушек не было развивающихся флагах опасности море выглядело довольно спокойным его соленый запах купе со знакомым звуком ритмичного набега и отступления волн усиливали подспудную меланхолию которую он изо всех сил старался подавить сосредоточиться здесь с разницей в семь лет утонули два человека связаны джонатаном уэйсом что сказала рыдающая шерри леонарду хитона я могла бы это остановить не я могла остановить ее а я могла остановить это что это было заговор как написал каверн перебрать на стене своей спальне если да то чей отнимание страйка не ускользнуло то что хотя трое свидетелей видели как шерри и даю отъезжали от фермы чепмена а еще один видел как шерри несла даю на руках до пляжа свидетелей того что произошло после того как они добрались до моря не было вообще ни хитоны не пробегавший мимо них бегун который не фигурировал в прессе не могли ничего сказать по этому поводу в тот день критический отрезок времени когда даю исчезла навсегда мир располагал только неподтвержденными словами шерри гитинг и мифами которые были созданы вокруг утонувшего пророк когда они добрались до пляжа была еще ночь подумал страйк глядя вниз на изрытый камнями кремнями берег может быть шери встречалась здесь кем-то тайна по договоренности она была очень сильной пловчихой может быть это была частью плана может быть шери погрузилась черную воду сдаю держать за плечи чтобы отнести даю к лодке пришвартованной у берега где и кто-то ждал этот человек забрал даю возможно убил ее и похоронил в другом месте оставив шире плыть обратно к берегу и разыгрывать трагедию случайно утопления а может быть даю еще жива и живет под другим именем ведь некоторые похищенные дети не погибали оставались при ну или воспитывались в семьях не связанных с ними кровными узами или возможно шери понесла даю на пляж потому что ребенок был под кайфом во время путешествия она должна была быть жива и бодра когда покидала ферму чепмана учитывая что она помахала рукой людям наблюдавшим за приезжавшим ему фургоном могла ли шери дать даю в пути напиток с наркотиками была ночь когда всем детям дали напитки не в которые как я теперь думаю было что-то подмешано писал кевин пирбет и даю утонула не потому что по неосторожности зашла на большую глубину а потому что было почти без сознания пока шери удерживали под водой таком случае плавательной способности шери потребовалось для того чтобы затащить тело на глубину надежде что она навсегда исчезнет и никто не сможет провести вскрытие или же истина лежала между этими двумя теориями тело перетащили на лодку где его привязали грузом и выбросили на берег где береговая охрана и не подумала бы его искать потому что приливы должны были унести даю совершенно другом направлении однако если бы лодка пришвартована у темного берега ей бы исключительно повезло если бы она не попала в поле зрения береговой охраны временные рамки были слишком малы для того чтобы любое другое судно кроме большого и мощно успела во время покинуть этот район и в этом случае хитоны наверняка услышали бы звук мотора в тишине рассвета конечно существовала еще одна возможность это случае двух подлинных несчастных случаев происшедших в одном и том же месте с разницей в семь лет подходило это холодное море кроме как бегущая могила стайк уставился на безмерную массу воды гадая было ли то что осталось отдаю где-то там возможно ее кости давно облоданы дочество запутались порванной рыболовной сети и и череп мягко перекатывался по морскому дну когда волны накатывались далеко наверху в этом случае я могла бы остановить это означало я бы могла остановить ее требование поехать на море или я могла бы перестать делать все что не мне говорила брось это ладно спорил он сам собой но где до когда доказательства что это не совпадение общий знаменатель джонатан уэйс это не доказательство эта часть совпадения конце концов если уайс планировал убийство падчерица чтобы заполучить четверть миллиона фунтов который даю стоило мертвых зачем было поручать шерри отвезти именно на то место где погибла его первая жена потому что убить и существа привычные потому что успешно убив однажды они впредь придерживаются того же способа действий может быть уэйс планировал наглый двойной блеф перед полицией если бы я собирался утопить и зачем бы я это делал здесь мог ли уэйс был настолько высокомерен чтобы подумать что он может очаровать всех и заставить поверить что все это было ужасом поворотом судьбы вот только с этой теории тоже была проблема смерть первой миссис уэйс действительно была несчастным случаем свидетельство джорджа подтвердила показания обидел уэйс не был в воде когда тонула его жена и сделал все возможное чтобы спасти и разве что наблюдая за тем как волны разбиваются кремнию внизу страйк задумываться можно ли вызвать у кого-нибудь эпилептический припадок он достал из кармана записанную книжку и записал в нее напоминание о необходимости разобраться в этом вопросе затем он снова посмотрел на море откладывая момент когда ему снова придется идти и думая о шерри гиттинг девушка которая несколько лет спустя так глупо довела своего вороватого парня вооруженно ножом до аптеки при свете дня и которая была достаточно болтлива чтобы сказать леонарду хитону я бы могла остановить это возле здания суда не была вдохновительница нет если исчезновение даю и было спланировано стайк был уверен что шери было скорее инструментом чем архитектором заговора в животе у него громко заурчало он устал проголодался его нога все еще болела меньше всего ему хотелось возвращаться в лондон этим вечером неохотно отвернувшись от моря он пошел обратно по своим следам и свернув на garden стрит заметил огромный и довольно уродливый отель из красного кирпича выходящие фасадом на пирс соблазн зарегистрироваться усилился при виде паба king's head с мощным пивным садом расположенного на хай стрит слива от него задний вход в отель de paris из красного кирпича почему париж расположены прямо напротив пивного сада манил к себе к черту ночевку он объяснит придирчивым бухгалтеру агентстве тем что был задержан в ходе расследования king's head он просмотрел меню настойки бара и заказал пинту пиво думба и гамбургер с картошкой оправдывая последнюю семью предыдущими днями правильного питания в сыром пивном саду было безлюдно что вполне устраивалось тайка поскольку он хотел сосредоточиться устроившись за столиком с электронной сигаретой он достал мобильный телефон и принялся за работу поискав общественно открытый бассейн в окрестностях дома детства шерри он нашел один хернхилди не забывая о том что ее юношеская карьера в плавании проходила под именем карин мэйкпис стайк продолжал гуглить и наконец на четвертой странице результатов поиска нашел то что искал старую фотографию команды по плаванию состоящий из мальчиков и девочек размещен на странице facebook женщине по имени сара джейн барнетт в центр фотографии стояла девочка лет 11 или 12 в пухлом лице которой страйк узнал хитрую улыбку подростка впоследствии известного как шерри гиттинс под фотографии сара джейн написала счастливые воспоминания старом броквиле как бы снова быть в такой форме но в 12 лет это было проще слева направо джон кертис который нам всем нравился там зон коуч стюарт уайт ли кэрис мэйкпис искренне ваша кэрли пауэрс и рис саммерс теперь страйк открыл страницу кэрри кертис вуз на фейсбук который все еще не приняла его просьба подписки однако теперь он знал что шерри когда-то тоже звали кэрри и что еще лучше у него была причина по которой она могла выбрать псевдоним кертис в знак уважения к своему детскому увлечению покончим с гамбургером чипсами пинтепива страйк вернулся на парковку и взял небольшой рюкзак зубной щеткой пастой чистым бельем и проводом для подзарядки телефона который он хранил багажнике своей машины на случай непредвиденных ночевок затем пешком вернулся в отель до пари он мог бы предсказать интерьер по внешнему виду высоких арка хруст кустальных люстрах и крутой лестнице весь убили чувствовалось величественность но пробковой доске объявлений на которой была напечатана ламинированная история отеля ощущался запах молодежного общежития не умея ставить вопрос без ответа страйк заглянул в нее и узнал что отель был основным человеком семья который убежал из франции во время революции как он и надеялся ему удалось снять одноместный номер но как он и предполагал что было неизбежно в летний сезон он не имел беда на море а выходил на крыше кромера сознательно еще хорошее он отметил что комнате было чисто а кровать казалось удобным но теперь когда он оказался внутреннюю окруженный тоже желтокрасный цветовой гаммой что и вестибюль он почувствовал клаустрофобию что как он знал было совершенно иррационально за время своего детства и службы армии он спал в машинах палатках на твердой земле в сквотах в этом чертовом ужасном сарае на ферме чепмана и на многоэтажные автостоянки в анголе у него не было причин жаловаться на вполне адекватный гостиничный номер но когда он повесил куртку и гляделся по сторонам чтобы определить сколько средств балансировки имеется между кроватью и ванной комнаты по которой ему придется передвигаться на одной ноге следующим утром депрессия который он боролся весь день навалилась него опустившись на кровать он провел рукой по лицу не в силах больше отвлечься от двух причин своего плохого настроения шарлотты и робин страйк презирал жалость к себе он был свидетелем серьезной бедности травм и лишений как в армии так и во время своей карьеры детектива и верил то что нужно ценить свои благословения тем не менее полуношные угрозы шарлотты не давали ему покоя если она выполнит их то последствия будут не из приятных им уже достаточно интересовалась пресса чтобы понять насколько серьезную угрозу она представляет для его бизнес и он уже имел дело с попыткой саботажа со стороны паттерсона он надеялся что ему больше никогда не придется погибать свой офис и терять клиентов которым нужно нужен был анонимный сыщик не безвольная знаменитость тем более замазанное подозрением насилие над женщин он снова достал телефон и набрал в гугле свое имя и имя шарлотты было несколько совпадений в основном старой газетной статьи в которых вскользь упоминается их отношения включая недавнюю статью о ее нападении на лендера дормера значит она еще не начала говорить несомненно он сразу же узнал бы если бы она заговорила отзывчивые друзья написали бы ему о своем возмущении как всегда делает люди читающие плохие новости думаю что это поможет он зевнул подключил мобильник зарядки несмотря на несмотря на то что было еще рано отправился в душ прежде чем лет спать он надеялся что горячая вода улучшит его настроение но пока он намыливался его мысли унеслись к робин что не принесло ему тишине он был с ней во время двух последних поездок приморские города причем в обоих случаях по другим делам он ел с ней картошку снегниссе и ночевал в соседних комнатах уэйдстейли особенно ему запомнился ужин в отеле которыми разделили тот вечер кори вскоре после того как он только что расстался со своей последней девушкой и перед тем как робин отправился на свое первое свидание с районом мэрфи робин как он помню была одета в голубую рубашку они пили риоху и смеялись вместе наверху и ждали две спальни расположены бок о бок на последнем этаже все подумал он было благоприятно вино вид на море обед об одиночке рядом никого кто бы мог помешать и что же он сделал ничего даже если бы он сказал и что его отношения короткие не удовлетворительны и завязавшиеся исключительно для того чтобы отличие от ловко желания к партнеру закончились это могло бы послужить поводом для разговора в ходе которого выяснилось бы собственное чувство робин но вместо этого он сохранял привычную сдержанность не только решив не портить их дружбы и деловое партнерство но и боец отказа его единственной по общему признанию неудачной попыткой поцеловать робин в пьяном виде возле отеля рить на ее тридцатом дне рождения была встречена таким взглядом ужаса что запечатлелось в его памяти голый он вернулся спальню чтобы снять протез не хотя ехать и расставаясь голевой подушечки на конце культа он слушал как чайки кружат над головой в лучах заходящего солнца и жалел что не сказал ничего в тот вечер будет стояли потому что если бы он сказал то возможно не чувствовал бы сейчас таким чертовски несчастным и не возлагал бы все надежды на райана мэрфи подав подавшего еще одной порции алкоголя и так дорогие мои это было 63 глава романа рувер гелбретт бегущая могила детектива вы были на канале sky word с вами был я вадим я вернулся не скажу что прям вот полноте во всей полноте как каждый день с понедельника по пятницу но все же я начну завтра еще увеличу свое внимание к каналу поэтому не расходимся ждем я здесь рядом я продолжаю знакомить со страницами разных книг всем пока дорогие всем пока